приветствую с вами рубрика одним словом сегодня мы обсудим ударение и орфографию как правильно я занята или я занята запомним верно только занята ударение в краткой форме здесь меняется только в женском роде во всех остальных остается таким же как в полной форме прилагательного заняты заняты занята в женском я занята на окончании можете быть уверены правильное ударение в слове «занята» сделает вашу фразу более убедительной и избавит от лишних вопросов. Во второй части рубрики обсудим возможность написания апострофа, такой перевернутой запятой надстрочного знака вместо твердого знака. Наверняка вам встречалось вот такое написание слов с апострофом. Кстати, именно апостроф, а не апостроф, вместо разделительного твердого знака. Откуда это? И ошибка ли это? Прежде всего, да. С точки зрения современной орфографии, это ошибка. Нужно писать твердый знак. Замена твердого знака апострофам – это отголосок событий вековой давности. Сразу после Октябрьского переворота была проведена орфографическая реформа, в рамках которой упразднили твердый знак на конце слов. Старый мир ломали, и старая орфография тоже попала под горячую руку. Так случилось, что букву твердый знак буквально изымали из типографии, выдирали из пишущих машинок, и многие, в принципе, отказывались от этой буквы на письме, хоть в конце слова, хоть в середине. Но подъезд не мог вдруг стать подъездом, и заменой опальному знаку тогда стал апостроф. Такая замена считалась допустимой до 1956 года. В этом году вступили в силу правила правописания, действующие по сей день, которые не допускают использования апострофа вместо твердого знака. Таким образом, правильно писать объяснение, изъятие, подъезд только так. На этом все. Будьте здоровы и говорите без ошибок. Субтитры подогнал «Симон»!